В школе пару лет назад сделан ремонт, поменены стеклопакеты. Все для того, чтобы дети получали хорошие знания, в прекрасных условиях. Компьютерный класс, новый спортзал и просторные кабинеты. И все это для двух школьниц. В поселке Островное одна пятиклассница и одна семиклассница. Но сейчас существование школы под угрозой. По словам местных жителей, недавно их собрали и объявили. Школу скоро закроют, а детей распределят в другие учебные заведения в 15 километрах от поселка. Мы не хотим, чтобы наши дети ездили в другой город, когда у нас есть шикарная школа. Это то же самое, иметь корову, а за молоком ходить к соседу. Зачем? Да, дорого, но экономьте на чем-то другом. В администрации Березовского посчитали, слишком дорого содержать здание ради пары школьниц. Но родители с этим не согласны. Артем перевел свою дочь Викторию сюда в прошлом году. До этого девочка училась в престижном лице в Екатеринбурге. Отец рассказывает, в новой школе дочь стала лучше учиться. Не хочет переводить ребенка в другую школу. И Ольга, у женщины четверо детей, и все они учились здесь. Тут, скажем, индивидуально же они учатся. Там много народу. Это надо все равно привыкать. Тем более сейчас у нас дети бывают и трудные. Недовольные и остальные жители Островного. Для них школа – главное здание поселка. И если его не будет, то собираться они смогут разве что на улице. Это наш культурный центр. Больше нигде ничего нет. Видите, стоят какие дома. И вот это значит, какие выборы мы сюда. Как какие праздники. Весь народ сюда. Даже доходит до того, что, значит, некоторые люди из свадьбы тут любят справлять. Переживают местные за то, что если школу закроют, то и отопление в поселке исчезнет. И жителям придется пользоваться старыми печками. Пока на территории поселка существует государственная общественная организация, такая как школа, они не смогут закрыть кочегарку. В администрации Березовского ответственных по социальным вопросам на месте не оказалось. Но у нас заверили все в рамках закона. Администрация, муниципалитеты и городская дума действуют в рамках закона. Назначены даты опроса населения с 25 по 27 августа. Решение о том, нужна ли школа, будут принимать сами жители. Чтобы не допустить закрытия школы, жители написали коллективное заявление в прокуратуру. У нас нет информации о том, что ее хотят закрыть. Потому что мы проводили проверку и запрашивали все сведения. И то, что у нас, что она принята к новому учебу. В прокуратуре жителям Островного пообещали провести проверку раньше 30-дневного срока. В какую школу пойдут с 1 сентября две школьницы, похоже, останется загадкой до начала учебного года.